доброе утро дорогие друзья вот тайна сейчас 8 15 утра мы сейчас позавтракаем немножко и сегодня у нас выезд со светланой мариной молдегуа и панаджи готовить как ни странно не хочется ничего так что поедим омлетик тут и и и и и и и и и Продолжение следует... Это красивая птица. Это в Италии. Они здесь есть место, где-то сидят. Ах, вы можете увидеть это. Бананная. 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 Поехали. 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 ложку дали и вот греби сама этот малая классно удобно я уже и наелась практически омлету чем-то заказала ой лариде full а йода там лет я не знал что буду пить кокос хорошо ладно ладно сейчас смотрю пока telegram смотрите что я сейчас у олегом и джек тиви увидела малайзия стала первой страной где за 42 года не обнаружили ни одного случая заболевания раком азиатский подход здоровью говорит сам за себя старичку на фото 101 год но при этом он спокойно занимается делами по хозяйству и что-то там еще удивительных и ну папа айдон новость true or not малайзия пьёст кантри м хоть и ту ес но пенсор много и заплатит у есть но у ван пипал иван я тенсор малайзия а вил чек какое население малайзии моя не то пришла а но брат ну проблем мне очень нравится смотреть дерево прямо вписывается вокруг него скамеечки сделали вон корни давай а как водор но само удивительно вот это лестница как на нее забираться без и степс под хауту гуап девочка приятная спасибо а вилки в юл литопит омлет тогда поменьше мне этой булки ой какая горячая какая свежая сейчас мне опять напишут сначала съедим папина пока будет есть свою помилосы чай смол что-то что-то маленький ой какая перченая ну вот в лама кришна беккере с омлетом дают еще масло два больших куска хлеба поэтому омлету не хватает за двоих интересно сколько стоит мой такой перченый хомать обряд здесь я когда здесь никогда не ел мы посмотрим и вилл шоу мебел окей спросили официанта сколько стоит омлет всего лишь 80 еще два чая вот посмотрим в итоге сколько кокос сок апельсиновый два чая омлет и парадхо сколько будет стоить введение называется хэппи банана можно постоять на гвоздях пожалуйста астрологи джиотиш айго хомай камбэк да хорошо давай айвил стоп компьютер пойду домой айвил клос мой компьютер без двадцати через 20 минут такси приедет надо взять рюкзачок закрыть компьютер приготовиться я не хочу Он попросил мне в госпиталь. Он сказал, что у нас есть хорошие новости. Он отправил сообщение. Германия открыла иммиграция. Если кто-то хочет жить, они позволят. Я не хочу. Он спросил меня, если я хочу. Когда они нужны, они открыли. Они просто говорят, куда я буду. Он не знает, что у нас есть религия в Индии. Из Германии позвонил сын друга. И говорит, Германия открыла дверь для иммигрантов. Он говорит, зачем мне Германия? У меня в Индии Royal Life. В итоге за завтрак мы заплатили. Он заплатил 410 рупий. 410 рупий. Сок 120, я знаю. Апельсиновый. Кокос может быть 50. 80 омлет. И еще был аппарат. И два чая. Ловлю в обнимательный процесс. Привет. Привет. Приветики. Хорошо тебе. Кофточка. Следующий. Кричит заведующий. Здравствуйте, Антон. Как вас там? Борисович. Всем привет. Борисович? Борисович? Борисович. Здравствуйте, Борисович. Здравствуйте. Товарищи, завтра день рождения Сайбабы. Мне прислали сообщение из Путапарти, что приезжает президент Индии туда. И там сейчас кругом полиция и люди готовятся. Я Саше говорю, президент Индии приезжает, а женщина дуапатия Мурму. Он, а что у нас президент женщина? Я говорю, Саше, это уже вторая женщина из ваших 15 президентов. Представляете? Счастливые люди не знают, что у них президент. Ну да. Потерялся. Ну, потому что, в принципе, у них больше премьер-министр главная фигура. Моди все знают. Про моди всегда все говорят. Пойдем? Тут готовятся к какому-то фестивалю. А что, здесь храм, да? Видимо, опять какой-то праздник. Бесконечные праздники. Мы обсуждали, мы здесь месяц, и не попадя на фестиваль. Надо, да, на какой-то фестиваль попасть вам. В Джалебе поесть. А мы в каком-то день едем. А там в Барыно. Рикша откуда-то тут взялась. Медленно поднимается. Пыхтит-пыхтит. Ее бы обогнать. Это рынок труда. Все люди ждут, когда кто-то приедет. Они, видишь, со своими чемоданчиками, инструменты. У кого кисти, у кого там молотки. И люди их нанимают на какие-то однодневные работы. Трудовые бригады. Под мостом в продаже белых огурцов и цветов. Мы приехали в Молдегуа. Все lustные可愛げа... Продолжение следует...